Глава области Юрий Шулейко на торговой площадке Брестского лесхоза впервые. Объект открылся в январе и пока является единственным в регионе. Это было сделано для населения. Ведь именно здесь продукцию деревообработки, лесовыращивания и побочного пользования можно приобрести значительно дешевле по ценам организации изготовителей. Покупателю предложат в ассортименте имитацию бруса, вагонку, блок-хаус, наличник, декоративный посадочный материал, беседки и садовую мебель, мёд, воск и многое другое. И всё это по адресу Кобринская, 53, обойдётся процентов на 20 дешевле. Следующим пунктом мероприятия стала делянка площадью в один гектар на территорию Муховецкого лесничества. Всего здесь планируется высадить более 6,5 тысяч сиенцев сосны и берёзы. По уже сложившейся традиции немалый вклад в доброе дело посадки леса в период республиканской акции ежегодно вносят не только представители органов власти, различных предприятий, но и просто неравнодушные жители региона. Прещание, конечно, традиционно с 2007 года, когда вот начала объявляться неделя леса, в нашей стране принимают участие. Статистика растёт, простые три последних года. Когда в 2020 году мы садим 540 гектаров, в 2021 мы садим 600 гектаров, в этом прошлом году 22 тоже почти под 600 гектаров. В принципе, где-то у нас 9-9,5 тысяч жителей Брестской области принимают участие в неделе леса. Высаживать лес своими руками весной на свежем воздухе – в радость. Но гораздо продуктивнее это можно сделать с помощью лесопосадочной машины, которая заменяет работу 10-15 человек. Что касается этой посадочной машины, это в своём роде единственный экземпляр у нас в области. Но таких машин у нас 5. Это ещё с советских времён, они рабочие. Планируем закупаться. Мы активно порядка в области ещё в этом году запланировали 6 таких лесопосадочных машин закупить. Также мы планируем закупить оборудование для ухода за лесными культурами. А что касается весеннего плана посадки в регионе, то он составляет 2600 гектаров. И в ходе республиканской акции уже высажено более полутора тысяч. Очень приятно, что наши сегодня земли не пустуют, они рационально используются. В дальнейшем мы оставляем нашему поколению самое, что здоровое есть, это, конечно, лёгкие нашей страны. Поэтому все эти программы, которые у нас в стране, то, что мы сегодня и восстанавливаем лес, насаждения, это же не только мы сегодня садим. Будут субботники, будут садиться у нас и декоративные растения, будут и сирени, будут и яблони, будут и каштаны, липы. Это тоже своеобразная неделя леса, только уже для украшения. А это для дальнейшего нашего сохранения лесного потенциала нашей страны. Конечно, у Брестского лесхоза хватит ресурсов для того, чтобы выполнить посадку самостоятельно. Но неделя леса организована специально для того, чтобы вовлечь в общее дело по улучшению экологии региона как можно большее количество добровольно заинтересованных людей. А потому для каждого, кто захочет посадить свое дерево в Брестском лесхозе, найдется место, инвентарь и саженцы было бы желание.